доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала вчера 30 декабря вернее так 29 декабря заболел мой друг что-то у него с сердцем увезли на скорой вроде бы ничего критического никовит никакой ничего просто что-то с сердцем сердце давление поднялось атмосферное давление скачет на среднем урале его 29 узелина скорой значит сегодня у нас 31 декабря предновогодний день завтра новый год и я думаю значит 30 декабря надо его поддержать поздравить как-то с новым годом лежит в больнице перед новым годом нехорошая ситуация бывает и похуже но нехорошая ладно зашел купил мандаринок сока какого-то паштетиков в общем веточку пихты по по дороге в больницу сорвал думаю в палату ему поставить там хорошо пришел значит в больницу лежит он в палате двухместный с мужчиной лежит значит улыбается вроде все в порядке не переживаю все нормально все хорошо ладно я ему значит мандаринки отдаю присел на стульчик там выложил все это на стол говорю не то не переживай все будет хорошо после нового года поедем на рыбалку съездим на лед значит и тут заходит делегация заходят два врача подчеркну это словами врача они медсестры не фельдшеры значит у вас сейчас сообщают они моему другу пациенту их сообщают сейчас у вас будет сеанс телемедицины то есть вот эта сердечная проблема вызвала у них желание проконсультироваться с кем-то более опытным с коллегой где-то из другого города по моему из нижнего тагила если я не ошибаюсь связь была хорошо значит я значит не может выйти врачи-то двое врачей женщины лет за 40 да нет говорит вроде сидите вот он аккуратненько сейчас начнут мы проведем этот сеанс ну и собственно нам не помешаете но хорошо значит я сижу в уголочке на стульчике значит они достают из папочки планшет я человек не очень в этом разбирающийся тем не менее вижу что это планшет дигма надпись на нем такая то есть это какой-то дешевый китайский планшет я потом посмотрел в интернете там 5 мегапикселей камера ну в общем достают они его и значит у них видимо там мобильная связь не вай фай в больнице вай фая нету значит по мобильной связи слышу звонок но я всю эту картину наблюдаю значит сидит мой друг на больничной койке на него наводится этот дешевый планшет дигма китайского производства с 5 мегапиксельной камерой и значит врачи снимают его как он сидит на этом на на кровати больничной койке и там тоже женщина значит она задает какие то вопросы как вы себя чувствуете что привело к этому то есть вплоть до того что там алкоголь принимали не принимали то есть идет как бы сеанс телемедицины так это то есть это продолжалось ну может быть порядка эти женщины не очень опытные планшет держит неправильно ну ладно значит не важно значит продолжалось это где-то около пяти семи минут может быть не очень долго то есть по видео мой товарищ мой друг рассказал о своем состоянии кому-то неизвестном где-то удаленно я наблюдал сеанс телемедицины вот тому кто это придумал надо отрубить голову его надо казнить и расстрелять потому что это не медицина это профанация всего и вся диагностики возможно я предполагаю что есть не планшеты дигма какие-то серьезные устройства аппаратные комплексы которые наверняка стоят ни копейки где значит действительно сложных случаев можно проконсультироваться что-то спросить но то как сейчас это происходит в первой четверти 21 века в переломный день в моменту 30 декабря все это происходило это просто издевательство это не диагностика это галочка для чего-то для кого-то для того что отчитаться что мы впереди планеты сей сей и соответственно на планшет китайский дигма с 5 мегаписельной камерой мы показываем пациента в палате круто класс документы понятно тоже по интернету по мобильному можно переслать не знаю как со снимками ну это точно наверно нельзя я допускаю что где-то это построено устроено организовано на высоком научном профессиональном уровне где-то но точно не на среднем урале это бред абсурд это какое-то недоразумение то что я наблюдал вчера будучи навещая своего друга больница здесь вот такие красивые картинки для вас подобрал частности от улыбающийся доктор у которой не знаю какие знания но тем не менее выглядит она очень счастливо зайдите наши больницы тут такие вот импозантные мужчины женщины демонстрирующие что-то на экране целая система вот это здесь вот интересный кадр целая система больница видимо скорая помощь мобильное устройство термометр сюда воткнули кардиограмму лекарственные какие-то средства таблетки в общем все выглядит хорошо в теории я так предполагаю где-то может быть и на практике на то что я наблюдал в обычной местной городской больнице него в него не в областной а в городской выглядит просто ужасающе неприятно позорно и я еще не знаю какие слова к этому всем подобрать это никакая не телемедицина это никакая не диагностика это бред собачий то что я наблюдал причем все это делалось опять же подчеркну двумя врачами зашли не в палату и так то у врачей знаний нет абсолютно и врачей-то самих нет в городе на урале ски в частности медицина убита полностью там осталось 0,0 процента да тут еще заваливаются две тетки которые не знают как дигмой этой китайской пользоваться удачу нажимать вот они проводят значит сеанс телемедицины улыбаются довольны и счастливы и галочку себе поставят вот мы провели сеанс телемедицины просто ну только мат дальше у меня может вырываться счастливые довольные тетки за 40 лет вот значит они вообще звезды ютюба звезды телемедицины впереди планеты всей я троллю понятно но это ужасно это просто позор это позор мы самая богатая страна в мире над нами весь мир смеется как мы живем и медицины у нас нет господа хорошие на этом все благодарю за внимание и удачи вам с наступающим новым годом и и